Еженедельное совещание руководителей города началось с торжественного награждения Беллы Мохотиной, указом президента Татарстана, медалью за доблестный труд. Напомним, Белла Ивановна в декабре покинула должность начальника управления ЗАГС Нижнекамского района. Рамиль Муллин, руководитель исполкома Нижнекамского муниципального района, выразил огромную благодарность за многолетний плодотворный труд, благодаря которому Нижнекамское управление ЗАГС является примером для всей республики. Вам большое спасибо за все, что вы делали, за все, что вы делаете, и я надеюсь, что те традиции, которые были заложены в управлении, в структурах, в воспитании, они будут теми коллегами, которые будут работать после вас, они будут сохранены, и я думаю, что вы нас не забудете, поэтому разрешите еще раз вас поблагодарить за ту совместную работу, пожелать вам самое главное здоровья, счастья, благополучия. И двери Нижнекамска, они всегда открыты, у нас всегда почетный гость, поэтому Бигзур Ахмад за все. Белла Мохотина, в свою очередь, также выразила слова благодарности. Вот и прозвучал последний аккорд, финальный аккорд моей трудовой деятельности в муниципалитете. Разрешите мне выразить слова признательности и глубочайшей благодарности всем вам за совместную работу, за поддержку, за движение вперед вместе. Это для меня бесценно. Спасибо большое. Рамиль Хамзевич представил присутствующим нового руководителя управления ЗАГС Нижнекамского муниципального района. Им стала Гузелья Сагитова. Ранее она занимала должность главного специалиста управления записи актов гражданского состояния. Также кадровые изменения коснулись из сферы ЖКХ. Назначен новый начальник МУП КПБ Нижнекамска. Им стал Рафаэль Демидов. Брошу любителей жаловать, имеет хороший опыт работы, работали вместе, был руководитель исполнительный комитет Мусульмского района. Не обошли стороной на еженедельном совещании и тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Руководитель исполкома заявил, что ситуация продолжает быть напряженной. Связано это как с массовыми новогодними праздниками, так и с набирающим обороты новым штаммом вируса Омикрон. И очень важно вопрос профилактики, диагностики и меры противодействия, чтобы они были на уровне. Об этом говорил премьер-министр. И основная задача – это однозначно вакцинация. Также сити-менеджер отметил большой вклад промышленных предприятий города, вложенный в борьбу с инфекцией. Я хочу поблагодарить и наших еженедельных промышленников. Мы тоже не остались с этой проблемой. Это и в частности поставки и кислорода, и лекарств, и средства защиты. И вот в конце года компьютерная техника, которая была подарена компанией «Еженедельный комитетинг», компанией «Танека». То есть это все, я хочу сказать, что помогло нам в решении тех проблем, которые стояли перед нами. Руководитель исполкома подчеркнул важность выработки коллективного иммунитета у населения в суровых реалиях широкого распространения нового штамма вируса. Первый этап вакцинации мы прошли 150-70,5 тысяч человек, полностью вакцинированы 152 тысячи человек. В целом в республике мы имеем достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, и это связано с тем, что наши промышленные предприятия очень серьезно к этому вопросу относятся. На совещании не обошли стороной и тему, волнующую многих горожан и жителей пригорода. В связи с большим количеством выпавших осадков за выходные было затруднено движение по автодорогам. Руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков доложил, что работа по устранению последствий обильного снегопада продолжается. В предприятии на сегодняшний день имеется 44 единицы снегоуборочной техники, но по-прежнему остаются острые проблемы нехватки водителей, в связи с чем не вся техника привлекается к работе. Сегодня ведется поиск и набор специалистов, имеется 53 вакантных места. Юрий Болтиков отметил, что за 16 дней января в Нижнекамске выпала месячная норма осадков. По словам руководителей исполкома города, техника МУПКПБ убирает дороги круглосуточно в две смены, не только по утвержденному графику, но и с учетом жалоб жителей, поступающих в диспетчерские службы и народный контроль. В минувшие снежные дни, с 13 по 16 января, работа была усилена. В очистке территории от снежных заносов приночена наемная техника, в среднем было задействовано 53 единицы техники. Работа по очистке предмоговых территорий были задействованы, 548 рабочих. Алья Салахиева, Влас Симагин, N-Media.